МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом эфире мой собеседник Марат Умаров, председатель НАТОР. Я вас приветствую. Здравствуйте, Марат. Здравствуйте, спасибо. Добро пожаловать. Вы сегодня ньюсмейкер. У вас хорошие новости для бизнеса. Полностью вы разворачиваетесь лицом, что называется, к МСБ. Давайте об этом и поговорим. Что за новая программа и, самое главное, бизнесу это будет интересно или нет? Спасибо еще раз за приглашение. То, что сегодня мы объявили программу по грантов финансирования, это три вида грантов. Мы со 2 августа принимаем трансфер развития предприятий, трансфер развития технологий и коммерцизация технологий. То есть с новыми идеями теперь к вам не придешь? Да. То есть мы теперь уже говорим, должен быть уже промышленный прототип, уже готовая технология, которая работает, есть и готова приехать в Казахстан. И если бизнес готов привести ее, мы готовы такие вещи софинансировать на 50 на 50. С чем связано то, что вы сейчас решили сфокусироваться именно на таком подходе? Значит, нами был проделан небольшой анализ техсостояния наших предприятий. И нашими коллегами с ОССР, с международных финансовых организаций, говорят, что наше текущее состояние МСБ в плане техразвития, оно достаточно низкое. Это вот если фарбацию промышленность собрать, то это в районе 13 тысяч долларов, что там в разы меньше, чем где мы хотим быть. Ну на коленке многие работают, можно сказать, так. И мы видим, что спрос есть. И вот сегодня коллеги из Франкхофера объявили, что предварительно свой анализ наших предприятий. Да, немецкие эксперты нашли слабые места казахстанских компаний. Вот я Forbes читаю. Да. И там, если вы обратите внимание, вопрос финансирования. То есть они говорят, дорогое оборудование, банки сейчас с ликвидностью не помогают, дорогие кредиты. Здесь как раз приходим мы. Мы говорим, что давайте мы вам поможем привезти технологии сюда, осуществить трансфер технологий, вы установите и, пожалуйста, работайте. Это как бы наше... Насколько это доступно в таком случае и в каком проценте вы будете участвовать в этих проектах? То есть оборудование, технологии, сколько вы готовы денег выделить? Да. Вот вы сказали, это абсолютно новая программа. Мы как бы ужесточили. И у нас паритет раньше, если было 80 на 20, 80 процентов делал НАТОР и 20 процентов частный бизнес. То теперь это 50 на 50. То есть 50 процентов от стоимости оборудования покрывает НАТОР и 50 процентов представителей частного бизнеса. Это раньше выгоднее было, раньше 100 процентов. Да, выгоднее было. Почему вы ужесточаете? Самое главное, что мы ужесточаем, мы хотим все-таки, все-таки это грантовые деньги и не кредиты и так далее. То есть мы хотим максимально инициативы бизнеса здесь поставить, чтобы нивелировать риски и так далее, чтобы они были заинтересованы. И это как бы я считаю, что более как рыночный механизм, более понятен, даже для самого бизнесмена. Да. Вот. И просто дал и забыл, чтобы ты за эти деньги в конце концов умел побороться. Я смотрю, да, три года коммерческой работы у заявителя, вот требования, обязательно наличие инженерных кадров, если это производство, я так понимаю. Доходы за три года должны перекрывать стоимость всего проекта, нового, да, я так понимаю? Серьезно, серьезно. То есть здесь как бы мы опять же ищем хороших партнеров и на самом деле, если вы знаете ситуацию сейчас в банковском секторе, то есть проблемы очень мало хороших заемщиков, хороших проектов и так далее. И здесь как бы есть другая сторона, если мы неправильно сейчас осветим или там наш месседж не дойдет, сегодня мы не смейкеры, но надеюсь, что этот тренд будет продолжаться, потому что до конца принятия заявок мы ищем хороших партнеров, то есть хотим сказать, что на самом деле это так и есть, это грантовые деньги, подтверждаем 50 на 50, вот, и приглашаем. Ну понятно, если у меня действующее предприятие, я хочу его модернизировать, welcome. А если у меня есть идея или кто-нибудь, ну, например, из моих там коллег что-то такое готов, уже практически у него есть, уже одобрено, может быть, что я не могу к вам прийти и получить эти гранты? Можете, то есть если вы еще местный инноватор, то есть местная технология, не обязательно зарубежная, есть грант на коммерциацию технологий, и здесь получается, что также мы даем гранты бизнесу, то есть либо это юридическое лицо, либо это ИП, но он может в паре идти с ученым, с исследователем, у которого уже не прототип, а уже готов. И все-таки вы тоже принимаете. Да, но тем не менее, эта идея, она должна быть уже на завершающем цикле технологии, то есть она уже будет буквально готова, перед получением гранта, готова уже в предприятие войти и, значит, ему помочь в апгрейде. Если вы позволите, вот вопрос по WhatsApp. Мой дядя уже два раза не смог получить грант в НАТРе, хотя два раза проходил независимую техническую экспертизу, а на комиссии мы снова задавали тех вопросов и не дали грант. Хотя у него ветряк дает энергию при ветре 1 метр в секунду, зачем нужны эти НАТРы, ЭКСПО, если нашим многим изобретателям для этой помощи нет? Спасибо за вопрос, но вот, там, смотря в каком году это было, в каком году, потому что раньше у нас был совет по техполитике при министерстве, и комиссия по грантам финансирования, она, как бы, ну, отчасти была тоже там. И, если вот проект прошел техэкспертизу, вот, то есть, ну, значит, на самом деле проект, как бы, уже полпути там, да? Я бы, ну, с удовольствием бы рассмотрел еще раз такой проект, потому что в наших новых правилах, то есть, основной упор сделан на техэкспертизу. Ну, видимо, это все-таки касается прошлого раза. Ну, в прошлом году, я посмотрел, вы даже вообще не выдавали, ни заявки не принимали. Да, не принимали заявки, но мы все-таки в прошлом году выдали 66 грантов, но это были на заявке 15-го года. 15-го года. С чем связано было, что вы на паузе так стояли? Ну, в прошлом году мы, честно сказать, долго проходили согласование, утверждение наших новых правил, потому что это была все переориентация, и лимиты финансирования были пересмотрены. В этом году мы их утвердили, и с автора августа готовы. Так вот, чтобы получить эти деньги государства, я посмотрел эту систему, она не такая уже простая, вот, отчасти справедливый вопрос телезрителя в том плане, что, во-первых, предварительный анализ, потом три вида экспертиз, потом комиссия, везде человеческий фактор. Вот вы мне объясните, у нас, когда вот люди участвуют в этом отборе, возникает много вопросов сразу. Согласен, да, возникает много вопросов, очень много уровней экспертизы, но в этом году мы сократили, значит, общее время, вот, до 60 дней. Раньше было 90 дней, то есть от приема заявок до вынесения на рассмотрение комиссий, которые, это будет коллегиально, там, нечетный чашлок людей, это будет представитель общественности, да. Раньше было 90, сейчас 60 дней. То есть какие-то мы шаги уже в этих новых правилах приприняли, но на этом я не хочу останавливаться. То есть, как бы ни критиковали, говорили, но на самом деле это грантовые деньги, то есть... Ну, государственные. Да, государственные деньги. Да, намного платильщиков тут надо было. Я почему еще акцентирую на это внимание, недавно было сообщение, вот у нас из ВКО, бизнесмены ВКО просят НАТР быть быстрее и компетентней. Из 11 предприятий, подавших заявление на грантовое финансирование от АО НАТР, получили только три, значит, одобрения, видимо, на общую сумму около 100 миллионов тенге. Это в Усть-Каменогорске было совещание, в технопарке Алтай, ну, это вот недавно у нас, 11 июня, вот у нас сообщение приходило. Интересно, да. Бизнесмены хотят, чтобы вы побыстрее работали. Да, ну, мы готовы. Со 2 августа принимаем официальные заявки, я вот просто не знаю, когда они подавали на эти заявки. Ну, это, видимо, прошлое, прошлое все-таки. Ну, вот я вот не договорил, мы планируем, я вот сегодня озвучил тоже, полную автоматизацию процессов экспертизы, что это самое главное. Онлайн-заявки? Онлайн-заявки мы уже принимаем. Так, то есть со 2 августа. Но теперь дальше хотим пойти автоматизировать всю систему экспертизы, минимизировать человеческий фактор, коррупционные риски и обеспечить там полную прозрачность, чтобы люди понимали. У меня проект по робототехнике, это финансируется? Это финансируется, это в рамках наших 16 приоритетных отраслей. Робототехника, добро пожаловать. Еще ряд вопросов. Если я, допустим, договорюсь с Германией, компанией по технологии в области возобновляемых источников, вы можете профинансировать покупку оборудования в Берлине? Да, мы можем до 70% лицензионного соглашения, если вопрос о лицензии. Если только стоимость оборудования, до 50% вместе с заявителем мы готовы такие вещи делать. Есть ли такая проблема, что наши разработки не востребованы? То есть, когда наши ученые знают, как решить вопрос, но их не слушают. Как часто вы с таким сталкиваетесь? Спасибо большое за такой вопрос, потому что это был основной довод, чтобы мы перешли на клиенты, на МСБ. Потому что, на самом деле, вопросы коммерциализации, они очень важны. То есть, научные разработки и прототипы, но именно выход на рынок и строение правильной маркетинговой стратегии, бизнеса, ученым это не свойственно. К сожалению, в Казахстане сегодня система коммерциализации не на должном уровне, в моем понимании, не в критику, но я считаю, что… Вы сравниваете с международным опытом? Да, с международным опытом. Что там, больше денег или что? Нет, просто есть правильная система, которая помогает нашим ученым выйти на рынок. Это и правильный академический бизнес, и система менторства, и тренинги, и так далее, и так далее. Эту работу должны проводить. Но это уже отдельный сектор, это не важно, да? Это уже отдельный сектор, да. Так, надеюсь, планшеты больше не будем выпускать. Какие технологии, которых нет в Казахстане, вы уже привезли в страну? Которые мы уже привезли в страну? Ну, сейчас затрудняюсь сказать по тому портфелю, который был. Ну, по результатам просто мне хочется. Я смотрел, вот, например, тут у нас что-то по зубопротезированию, какая-то уникальная технология. Это местная разработка, это вот и два проекта было, это по протезам, значит. А, вот, в Казахстане для протезирования зубов будут использовать титановый сплав, риск появления парадонтоза. Да, это один из успешных проектов, который мы успешно заканчиваем. И второе, тоже, кстати, связан со стоматологией, вот, местной разработкой, вот, рассказывал, эту систему от порошков по оббеливанию, вот, это уже реально действующий бизнес. Я считаю, это один из самых успешных проектов, они, значит, НАТО выделил средства и частный, значит, бизнесмен. И эта сейчас разработка, она требуется и как нашими стоматологиями частными по всей республике. Вот, абсолютно наша разработка, очень успешный кейс. Вот, и, как бы... Он уже в деле, это же реально, можно уже пользоваться этим. Так, что касается сроков вообще в целом, и по эффективности, вот, я хочу понять, насколько ваша структура сейчас эффективно работает. То есть, ну, вот мы сейчас по зубопротезированию поговорим. Что еще? Не первый год же у нас все-таки гранты выделяются. То есть, вы какой-то анализ наверняка проводили по прежнему периоду, что скажете? Ну, вообще, как бы, я хотел прокомментировать, что вот по эффективности агентства, да, мы хотим сейчас, мы работаем над новой стратегией по, значит, реинжинирингу бизнес-процессу. Как вы знаете, мы в списке приватизации находимся в третьем квартале 2018 года. Ну, как бы, мы проводим сейчас работу по реинжинирингу бизнес-модели, и оптимизация всех наших бизнес-процессов. Вот, в рамках новой стратегии мы хотим уже сфокусироваться на определенных вещах. То есть, ваша сама структура даже становится фактически бизнес-структурой? Да, бизнес-процессы мы перестраиваем больше уже как на клиентаридированность. И здесь мы, как бы, работаем над стратегией. У нас 31 числа августа составит директоров, где мы должны уже утвердить нашу стратегию. Там я уже больше могу детально уже поделиться там нашим новым подходом. Ну, а технопарки вы тоже продавать как продавали, так и дальше будете продавать, да? Да, 19 июля прошли первые, значит, первые торги, первый тендер. Это четыре наших технопарка. Спрос есть в них вообще? Спрос, ну, мы еще, я еще не видел результатов, то есть, еще процедура идет. Но надеюсь, что есть спрос. На самом деле, это все-таки инновационная инфраструктура, хорошее здание. То есть, есть, значит, в некоторых технопарках есть хорошее оборудование. То есть, и место распространения хорошее. Какой опыт, ватсап, какой опыт мы используем сейчас, чтобы ускорить технологическое развитие, стимулирование инноваций? Какой опыт мы используем? Да, может быть, есть какая-то конкретная страна. Тоже спасибо, да, вопрос. Ну, на самом деле, наши ближайшие соединители, Российская Федерация, значит, в прошлом году буквально создали новое агентство по технологическому развитию, которое занимается исключительно транспортной технологией. То есть, их опыт мы тоже смотрим. То есть, наши ближайшие коллеги, мы похожи по структуре экономики с ними. Вот. И изучаем, значит, опыт частных инновационных брокеров, которые работают сейчас полностью в частном режиме. То есть, без поддержки государства. И бюджетного финансирования, такие как Nine Sigma, вот они, кстати, приезжали, вы спрашивали до этого, кто приезжал из компании. Мы, значит, приглашали, они для нас важный партнер стратегический. Вот. Есть такие компании, это США, Россия, ну и больше похожи, скорее всего, такие развивающиеся страны, да, со схожей структурой экономики, как у нас. Что с лимитами по финансированию проектов? Лимитами финансирования, значит, вопрос такой. Трансфер-то... Раньше мало было? Да, раньше были, да, большие, но, значит, на другие вещи. И мелкие гранты были, там, по 20-30 миллионов тенге на, там, маркетинговые исследования и так далее. По сейчас, что есть, до 500 миллионов на развитие отраслей, это на покупку, там, технологии, 50%, и на лицензионные соглашения. До 400 на покупку только технологий, и 70% до, значит, на лицензионные соглашения. И 200 миллионов грантов на коммерциализацию. То есть, 500, 400, 200. Это лимит на наше соференцентное определение потолка. У нас подходит к концу наше интервью. Если позволите, вам такой личный вопрос. Хотелось бы понять, вот вы, да, вы недавно руководите этой компанией. Вот для вас лично успех, вы как его себе, для себя ставите? То есть, там, сколько грантов я должен выдать, там, или сколько, там, посмотреть, там, руками потрогать этих, посмотреть линии технологичные новые, там. Да, ну, для себя я, как бы, ставлю очень такие ощутимые, то есть, результаты. И хочу посудить под проектом. То есть, мы сейчас до конца лета будем проводить уже рыночный анализ. Я хочу пощупать спрос. То есть, встретиться с представителями бизнеса, с рынка, почувствовать рынок. Если есть спрос, то тогда я уже могу у себя в голове определиться с цифрой проекта, в которых я могу привести. И модернизировать, и привести технологии. И, да, уже, наверное, концу лета у меня будет определенная, значит, в голове, там, цифра по проектам. Для себя я вот хочу вот этой миссией заняться. Как вы будете выстраивать свои контакты с бизнес-сообществом? Это просто будет, ну, я не знаю, такие интервью, там, распространение в интернете или что-то еще? Ну, это не только, но на самом деле у нас, мы же в холдинге Батерек находимся. У нас есть замечательные коллеги в фонд предпринимательства ДОМУ. Вот, у них уже есть, недавно они справляли юбилей своей организации. Вот, у них есть огромная клиентская база, с кем они работают. И мы, как их партнеры здесь, вот, как в структуре Батерека, будем пользоваться активно их клиентской базой. То есть, уже наращенные, уже с хорошими портфелями. Вот, и, как бы, здесь я вижу очень много синергии, на самом деле. Я сегодня тоже говорил с фондом ДОМУ. Вот, они тоже работают с МСБ. Также у нас есть коллеги с Казэкспорта, Гаранта. И, на самом деле, внутри холдинговая синергия, она очень большая. Я, как бы, здесь готов, помимо вот таких вот передач и освещений, но и работать уже непосредственно с клиентами, с бизнес-обществом. Ну, и последний вопрос по WhatsApp поступил от нашего телезрителя. Скажите, пожалуйста, если я раньше пытался получить грант, могу ли я сейчас опять этот грант получить, но по другому проекту? Да? Да. То есть, мы здесь вообще не отсекаем прежние неудачные проекты, или там, ну... Главное, чтобы соответствие было по вот этим критериям, да? По этим критериям, да. Все эти критерии мы в доступной форме распишем, еще раз обликуем. И вот буквально с завтрашнего дня я бы в разъездах по нашим городам и регионам. В регионах, кстати, у вас представительств нет? У нас нет представительств, но мы, опять же, активно пользуемся центрами по поддержке предпринимательства, фонда ДОМУ. И со временем вы можете обратиться туда и получить там консультацию. Ну что ж, спасибо большое. В студии прямого эфира был Марат Умаров, представитель управления Национального агентства по технологическому развитию. Вам спасибо за интервью. Устретимся завтра. До свидания.